Добрый день, уважаемые зрители нашего канала! Сегодня мы поговорим об омоложении кожи. Недавние исследования позволили сделать вывод, что препарат рапомицин, известный как иммунодепрессант, также может обладать омолаживающим эффектом для кожи человека. В ходе небольшого клинического испытания ученые обнаружили, что регулярное нанесение рапомицина на тыльную сторону руки способствует уменьшению морщин и повышению упругости кожи. В эксперименте приняли участие 13 добровольцев старше 40 лет. Участников попросили ежедневно перед сном наносить крем с рапомицином на одну руку, а на другую – крем плацебо. Исследование длилось 8 месяцев. Каждые два месяца проводились контрольные осмотры, в ходе которых фотографировали кожу участников. На шестом месяце у них взяли анализ крови, а на восьмом – провели биопсию кожи обеих рук. Анализы подтвердили, что рапомицин не попадал в кровоток. По итогам исследования было установлено, что кожа, подвергающаяся воздействию рапомицина, демонстрировала усиленный синтез коллагена и снижение уровня белка R16. Это выявило омоложение кожи рук. Результаты показали уменьшение морщин и дряблости, улучшение тонуса кожи, увеличение содержания коллагена. Снижение уровня белка R16 связано с клеточным старением. Коллаген отвечает за прочность и упругость кожи, а высокий уровень R16 указывает на старение клеток. Чем больше таких клеток, тем менее эластичной и более морщинистой становится кожа. Кроме того, повышенная концентрация R16 связана с ухудшенной регенерацией тканей и повышенной восприимчивостью к инфекциям, что является признаками кожной антрофии, часто наблюдаемой у пожилых людей. Исследователи подчеркивают, что эти результаты являются лишь первым этапом изучения рапамицина в качестве антивозрастного средства. В дальнейшем они намерены продолжить исследование в этом направлении. Возможно, рапамицин оказывает омоложение кожи лица, омоложение кожи вокруг глаз. В поисках способа продления молодости и улучшения качества жизни человека мы видим все больший потенциал применения рапамицина, отметил один из авторов исследований. Это единственный препарат, который достоверно способен увеличить продолжительность жизни. Научные работники продолжают искать эликсир молодости и в процессе обнаруживают антивозрастные свойства давно известных препаратов. Рапамицин привлек внимание ученых благодаря потенциальной способности замедлять процессы старения. Хотя препарат не одобрен для такого применения у людей, многие еронтологи считают или его аналоги перспективным средством для правления жизни. Как действует рапамицин? Рапамицин подавляет активность белков МТОР, которые играют ключевую роль в регуляции роста и деления клеток. Этот белок участвует в процессах старения и его ингибирование, как выяснили ученые, способно замедлять возрастные изменения. Немножко истории. История рапамицина началась в 1965 году, когда канадские исследователи проводили экспедицию на острове Пасхи в районе горы Ранокау и собирали образцы почвы. Позднее часть этих образцов оказалась в распоряжении компании Айурест, где работал ученый Сурен Сегал. В 1979 году он выделил из них бактерию, которая продуцировала вещество с выраженным противогрибковым эффектом. Это вещество получило название рапамицин в честь острова Пасхи, который также известен под названием Рапаной. Дальнейшие исследования рапамицина показали его мощное влияние на иммунную систему и ряд других значимых эффектов. Однако компания Айурест не проявила коммерческого интереса к препарату. В 1983 году в условии финансовых трудностей компания провела масштабные сокращения и закрыла свою лабораторию в Монреале уволить большую часть сотрудников. При закрытии лаборатории был издан приказ уничтожить все биологические образцы, но Сурен Сигал нарушил это распоряжение. Он тайно собрал с собой образцы бактерий, хранившиеся в лаборатории и разместил их в своем домашнем холодильнике. Позже, когда его перевели в лабораторию в Принстоне, он перевез с собой и драгоценные образцы, используя упаковку с сухим домом. Сигал сумел убедить нового руководства возобновить исследования рапамицина. Его доводы оказались убедительными и в 1999 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США ФИДЕЙ одобрило препарат. В сентябре того же года он был выпущен на рынок под торговым названием Рапамуне. Ограничение калорийности. Активирует аутофагию. Процесс, при котором клетки очищаются от поврежденных органелл и ненужных молекул. Это снижение накопления клеточного мусора, который способствует старению. Влияние рапамицина на кожу Влияние рапамицина на кожу Исследование медицинского кольжа Дрексельского университета США показало, что рапамицин может показывать омолаживающий эффект на кожу человека. Таким образом, рапамицин продемонстрировал влияние на старение кожи на молекулярном так и на клиническом уровне. Однако, ученые подчеркивают, что эти результаты являются лишь предварительными и необходимы дополнительные исследования. Возможны в дальнейшем омоложение кожи лица у женщин и мужчин, омоложение лица в домашних условиях и омоложение шеи до кольте. Какие же выводы? Рапамицин обладает потенциалом в качестве антивозрастома Пепрарта. В экспериментах на животных препарат увеличил продолжительность жизни. Он также показал омолаживающий эффект на кожу человека. Купить рапамицин пока нельзя и цена пока неизвестна. Берегите себя, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok